Вот моя мечта была быть летчиком, а вот почему я стал артистом балета. Любого человека, любую личность определяет не лицо, не фигура, а стиль души. Он проявляется во всем. Стиль души – это как раз и есть индивидуальность человека. Его называют хореографом-поэтом, который создал свой особый мир. Его литературные балеты на сюжеты Пушкина, Шиллера, Гоголя, Гёте утвердили за ним известность мастера интеллектуального балета. Театр Боярчикова – явление исключительно петербургское, как и в самом городе, в нем много тайн, символов, фантасмагории. Гоголь сказал, что это город, из которого из всех щелей дует сразу. Недаром перевели столицу в Москву, недаром же туда уехало революционное правительство, потому что город опасный. Я считаю, что это потрясающий город, потому что есть понятие интеллигент, есть понятие русский интеллигент, есть понятие петербургский интеллигент. Это все каждый раз выше ступенька. Это не здесь, в Париже так думали раньше, в 19 веке. Вся вот семья, тут бабушка, я покажу. Вот это моя мама, очень смешная. Старая фотография очень. Это казаки. Мама, она фанатик была, она была любимая ученица Лопухова Андрея Васильевича. Она как Ломоносов, только Ломоносов дальше, а тут поближе, из Ростова, чуть ли не пешком пришла в Петербург учиться. Маленькая девочка, потому что в Ростове, на Дону ничего такого не было. И поступила в Агановскую академию, и ее упрочили в Мариинский театр, но там своя интрига не получилась. А вот это мама после войны, они не успели закончить консерваторию, сдавали экстерном эти экзамены, жутко ночами занимались, вот после войны. Три работы, чтобы нас прокормить. Папа петербуржец, печный. Папа у меня был такой ренессансный человек, он был, во-первых, летчиком. Старше моей мамы, он был летчиком, а летчик тогда был практически, это Первая мировая война, там практически как космонавт. Затем он был конькобежец и велосипедист. Ну и занимался автомобильными делами. От отца Боярчиков унаследовало стремление к экспериментам. Вот одно из моих увлечений, это была фотография и кино. Так вот, разнается. У меня 16-мм, очень хорошая камера, до сих пор работает, как часы. Был расцвет капустников, то есть вот у нас единственный театр, в котором даже билеты продавались на капустник. Потом это закрыли. Балетную судьбу Николая Боярчикова, похоже, определила его мать. В 1945 году он поступает в Ленинградское хореографическое училище. После окончания, служив в армии, приходит в Малый оперный театр, где становится ведущим танцовщиком. На этой же сцене, уже будучи студентом балетмейстерского факультета консерватории, который организовал Федор Васильевич Лопухов, Боярчиков ставит свой первый балет «Три мушкетера». Трагическая наша вообще специальность, я считаю, артиста балета, что он в 40 лет приблизительно, ну где-то так, да, в 40 лет должен закончить свою деятельность. Вот это очень тяжелое дело. Не все могут перейти на педагогическую деятельность, не все могут перейти на репетиторскую. Ну, у меня получилось так, что меня пригласили в Пермь. А до этого я там тоже поставил «Три мушкетера», ну просто так наездом. И я подумал, подумал и согласился, не дотанцевав, по-моему, года 4 или 5. В 1971 году Боярчиков становится главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. И без преувеличения можно сказать, что это была эпоха в истории театра. До сих пор эти годы называют «золотым периодом», а артисты – «боярчиковским». Когда бывает худо, я обязательно должен посмотреть «Чаплина». Поэтому это все фильмы «Чаплина». Все фильмы «Чаплина», затем вот там есть фильм «Курасавы», «Китон». Вот мне это все интересно. Ну, а здесь какие-то балетные спектакли разные. Это не обязательно мои. В маленьких кассетах это все, что я снимал на мини-диви. С моего старости смонтирую что-нибудь. В 70-е годы интерес к русской истории вызвал волну театральных постановок. Критика особо отметила три спектакля на эту тему. Ярославна в постановке Олега Виноградова в Ленинграде, Иван Грозный Григоровича в Москве и царь Борис Боярчикова в Перми. Иван Грозный Григорович После успеха в Перми Боярчикова приглашают возглавить балетную труппу Кировского театра. Но после недолгих размышлений он отказывается и возвращается в Ленинград, в родной Малый театр. В мое время никому в голову не приходило назначить на руководство балетной труппы ни хореографа. Сейчас нет ни в одном театре балетмейстера. Ни в одном. Я не беру какие-то авторские театры, где есть балетмейстеры и труппы, а репертуарно-стационарный театр. Возьмите, в Мариинском нет? Нет. Там есть художественный руководитель. Ну, да, он артист. В Большом театре нет? Нет. Вот в Пермске назначили хореографа. В Новосибирске нет? Во всех театрах танцовщики. Хорошие или плохие? Ну-ка, танцовщики. Это другая профессия. Ведь русский балетный театр, он отличается немножко от западного тем, что наш ментилитет публики – это большой спектакль. Ну, любят у нас так, чтобы мы пришли, попереживали на большом спектакле с историей, с какими-то там перипетиями и так далее. То есть спектакли, на мой взгляд, делятся над категорией – балет-пьеса и балет-симфония. Ну, больше нету. Но у нас вот привыкли к балету-пьесе. Николай Боярчиков – это целая балетная эпоха. Он руководил балетной труппой Малигота 30 лет и был едва ли не единственным мастером полнометражного балета, которого сегодня так ждут. К сожалению, из театра сейчас, на сегодняшний день, многое ушло. Ушли что? Ушел драматург. Ни один композитор сейчас не пишет балет. Сейчас коллажи. Макбет очень возник смешно. Я сидел в кабинете, вдруг стук, выходит человек в очках. Не хотите ли вы поставить балет на какую-то, на какую-нибудь тему из Шекспира? Как-то так странно, никто не предлагал. Я вам сейчас поиграю. И он начал играть часа два. Замечательно играл. Я говорю, а что вы это играли? А я играл вам музыку, которую мог слышать Шекспир. Это был Фандольк Калыш. Фандольк Калыш. Поставить Фауста Гюте Боярчиков мечтал почти 20 лет. Его Фауст – итог размышлений о жизни, о времени, о вечном одиночестве человека в мире людей. История Фауста очень длинная. Это я знал давно, что Жюль Перро ставил балет «Фауст». Этот балет, который пользовался огромным успехом в Мариинском театре. И я решил попробовать. И я полез в библиотеку. И библиотекша говорит, ну это плохая музыка. Я говорю, почему вы же не смотрите? Ну ничего, не выдрано. Потому что там из всех паретов все разорваны. Это с этого туда потом не найти. И тогда за сочинение музыки взялся Шандер Калыш. Времена меняются, меняется и художник. Позади – выдающиеся спектакли, а впереди – новые поиски. Ну тут студенческие работы. Я могу попытаться на диск перевести. У меня в планах там было спектакли около десяти. Но я чувствую, что я начинаю где-то повторяться. И мне нужна какая-то пауза, перерыв. И я думал, что нужно это все отдать другим. То есть потому что должна быть преемственность. И должны продолжать какие-то, или в споре, или не в споре, какие-то тенденции в развитии искусства. Должны продолжать их другие люди, ученики. Театр есть, а он вечен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...